Сегодня в рубрике «Автогаджеты» продолжаем тему малых легковых фургонов советского времени. Часть вторая. В 60-е годы выпуску грузовых фургонов в СССР стали уделять еще больше внимания, чем в прежние десятилетия. Экономисты Госплана после внимательного изучения вопроса грузоперевозок пришли к выводу, что использование средних и тяжелых грузовиков приносит большие убытки. А вот выходом из положения стал запуск нескольких новых моделей. К примеру, на базе 450-го в Ульяновске стали выпускать семейство 451, в которое входил и цельнометаллический фургон. Но основные надежды возлагали на фургон, специально разработанный рижскими конструкторами на базе микроавтобуса RAV-977. Правда, наладить массовое производство этих столь нужных народному хозяйству машин удалось лишь к концу десятилетия. В 1963 году, наряду с легковыми москвичами, фургон 430-й получил узлы и агрегаты 403-го. Такая машина выпускалась всего несколько лет под индексом 432. Причем унифицированный с универсалом кузов давно не устраивал самих конструкторов, потому что получился не слишком красиво. Однако в народном хозяйстве на утилитарный автомобиль смотрели иначе, поэтому новые фургоны быстро прижились. В 1965 году ульяновские конструкторы еще раз обновили семейство буханок. На этот раз не так радикально, но достаточно заметно. Благодаря усиленным рессорам грузоподъемность увеличилась до тонны. Кузов нового 408-го «Москвича» в 1966 году на МЗМА превратили в универсал по отработанной схеме. Заглушив окна и дверные проемы универсала 426, причем никаких рудиментов в виде лишних сварных швов на боковинах на машине не было. Поэтому кузов смотрелся весьма элегантно. Грузовой фургон получил индекс 433 и от легковых «Москвичей» отличался доработанной задней подвеской, а также увеличенным передаточным числом главной передачи. Грузовой фургон получил индекс 433 и отличался от легковых «Москвичей», доработанной задней подвеской, а также увеличенным передаточным числом главной передачи. Потом новый фургон начали оснащать 75-сильным двигателем от модели «Москвит-412». Такая модификация называлась «Москвич-434». Существовала и праворульная модификация «Москвичей-434П», которую поставляли на...